Ребят, привет. Привет, привет. Чего вы тут делаете? Работаем. Я понимаю, что как мы умели, там мы работаем сейчас. Создавай и даст. Ну что, погнали-то. Всем привет, ребята. Привет. Друзья, у нас второй выпуск ДФ-шоу и сегодня мы решили попробовать что-то новенькое и записать для вас 10 интересных сайтов. Которые помогут вам в вашей жизни разработчики. Я, наверное, подраскрою немножко идею. В основном, наверное, будет интересно смотреть тем, кто новичок в сфере, потому что старички, они как бы имеют свой список из 100 тысяч полезных сайтов. А кто только начинает или просто хочет пополнить библиотеку прикольных сайтов и полезных, вам это поможет. Да, еще вы можете заметить, что мы первый раз сегодня не представились. Это будет тоже необычно с этого ролика. Что, погнали? Да, погнали. Кстати, я хотел сразу, ребята, не ругайтесь, что типа плохой звук, шум и вся фигня. Мы снимаем не в студии, а в каворкинге. Тут каворкинг, тут библиотека, и тут кафе рядом. Вообще-то огромный торговый комплекс, торговый центр, просто чтобы передать вам побольше живости, ну и чтобы вы побольше поругались, как обычно, на звук. Да, и чтобы вы поняли, что можно работать в разных местах. Вот мы экспериментируем. Кстати, тут рядом с нами тоже ребята, разработчики. Мы это поняли по консоли и по коду и сидят, работают в каком-то новом месте, видите. Короче, можно экспериментировать. Надеюсь, с такими роликами вы поймете. Да, там чуваки играют в кикер, мы хотели к того, короче. Но так как тут очень мирное здание, поэтому давайте к делу уже. Давайте к делу. В общем, итак, 10 полезных ссылок, интересных сайтов, сервисов. В общем-то, они разные будут, поэтому давайте смотреть. Номер один, Коль, я предлагаю рассмотреть Pocket или GetPocket.com. Что это за штука такая? Это сайт, сервис. Откроем его? Да, прям перед тобой. Точно. То есть, смотри, у нас есть такая кнопочка «Сохранить Pocket». Почему? Первым делом хочется показать именно ее, потому что все остальные ссылки ребята могут как раз-таки сохранить. Устанавливайте себе приложение GetPocket, сохраняйте все эти полезности себе в такой список. Здесь можно добавлять теги, всякие разные, делать потом быстрый поиск. В общем-то, все это очень удобно. Я пользуюсь им уже, наверное, лет 5 или 6 или 7. А я вот пользуюсь как это нативой примерно столько же Evernote Clipper, программка такая от Evernote. И, соответственно, там то же самое, просто он тебе парой кнопочек добавляет в специальный раздел в Evernote, и потом ты можешь туда зайти и посмотреть. Но вот честно скажу, у меня времени пересматривать обычно нету, но чем помогает, что если все-таки ты что-то вспомнишь, ты можешь зайти и быстро найти. Ну да, есть поиск, нашел и не потерял, как говорится. Ну что, на самом деле, это не входит в десятку, это одиннадцатая, но это как бы сервис для того, чтобы все остальное сохранять, поэтому давайте дальше. Расширить свою оперативную память, можно так сказать. Да. Ну что, погнали. Сайт номер один – это, конечно же, хабр-хабр. Ну, казалось бы, капитан и очевидность, все знают хабр, но на самом деле это не так. Вспоминая себя, когда вот я начинал погружаться в разработку, я хабр-хабр-то почти не читал, как бы он мне вроде попадался, но не казался прям чем-то таким, прям must-have. Вот. Но, тем не менее, для большинства разработчиков это сайт номер один, очень авторитетный ресурс, куда просто так не напишешь вообще, в чем его особенность. Коль, ты, наверное, знаешь, может быть, что-то изменилось, но изначально было так, что ты туда можешь попасть только по инвайту, и, допустим, если хочешь написать статью, ты должен ее как бы подготовить, отправить ее, проверяют. Если она одобрена, то ее разместят. Вот. Ну и потом ты, значит, копишь там карму, так называемую, и... Она влияет на голосование и на ранжирование статей. На то, что ты можешь сделать, как бы на твои права и так далее. На самом деле я на хабр сам лично ничего не пишу, я там только читаю, да и ничего не комментирую. Не могу сказать, что это прям я в восторге от этого сайта, но он действительно крут, это сто процентов. И там, знаешь, вот интересно, что его, в определенный момент развития, его разбили вот этот один проект на много подпроектов. Давай пробежимся по нему. Да, давай. Наверное, начнем вот с сам хабр. Это статьи всякие по разработке, по дизайну, по маркетингу. Маркетинг входит именно в хабр, да? Да, да, да. Вот здесь можно справа посмотреть. Ну, конечно же, по разработке здесь куча всего полезного. Можно фильтровать по поиску, ну, допустим, возьмем тот же поиск Java Script. Вот, то есть, мне даже он подсказывает сразу. И не удается получить доступ к сайту. Почему? Я не знаю. Может, интернет с интернетом что-нибудь. А, ты, наверное, сделал режим беспокоить, а он отключился? Нет. Другой сайт. А, у меня минус работы в таком месте, да, потому что отрубился интернет. Сейчас переподключимся. Переподключились. Попытка номер два. Да, и то есть мы сразу видим, что куча статей 28 февраля. Сейчас мы пишемся 2 марта. Второго, да, то есть пару дней назад. Ну, то есть вот есть, например, вчера статья про JS. То есть обновление постоянное, ребята. Еще здесь такая есть крутая штука, дайджест событий мира веб-разработки. То есть все крутые события, статьи, англоязычные, и так далее. Как газета. Да, да, да. Можно читать и смотреть, и все время быть в теме. И... Наверное, про Geek Times, скажем. Да, можно еще про хабр сказать, что очень часто самое интересное в комментариях у них. То есть рекомендуется читать, разбираться. И вот что я еще хотел добавить про хабр, вот он был одной из помеждим причин, в то же время нашего недовольства, устоим, как сказать, современного, отечественного, как бы сказать, информационно обучающего пространства в интернете. Ну, как сказать, новичков, прямо скажем, не жалуются. Да, да, вот про это и про то, что иногда действительно информацию надо искать очень долго. То есть вот с одной стороны, ты быстро ввел JavaScript, да, но потом ты можешь часами искать вот именно нужное тебе. И это очень часто еще бывает в комментариях находится. Вот. То есть и мы, когда lowblock-то начали делать, мы и хотели как раз делать централизованное какие-то по конкретной теме, видео небольшие. Мне кажется, это все причина размера аудитории. Чем больше аудитории пишет, тем больше информации. И тем сложнее уже. У нас в новой блоге уже более тысячи уроков, и я иногда сам не могу вспомнить, что мы писали, что нет и так далее. Что, пойдем дальше? Давай. Geek Times, они, в общем, отделили в какой-то момент статьи про науку, там, про космос и все, что связано с научным попом и так далее, в отдельный раздел, который назвали Geek Times. Вот. Собственно, кто любит это читать, я в свое время почитывал, ну, не знаю, как раз, наверное, года два назад. Сейчас я почитаю в основном только англоязычные, поэтому, ребят, не удивляйтесь, что, типа, рассказываем про то, что сами не читаем. Наверное, в следующем выпуске мы расскажем про англоязычные, которые мы больше читаем. Я сейчас читаю только на английском языке, где-то 90% всего, потому что это новее. Даже если взять тот же Hubbard, в основном, ну, там большая часть это переводы, конечно же. Дальше. Можно также еще сказать, просто чтобы люди понимали, ты смотрит эти разделы, они называют хабами, то есть ты можешь подписаться на Hub, нужный тебе, и есть Hub там по PHP, Hub по Android и так далее. Соответственно, подписываешься на нужные хабы, и тебе в ленте новостей выпадает, так же, как в социальной сети, выпадает в топе все по твоим хабам, о которых ты писал. Да, и также у них есть приложение, у меня, кстати, оно стоит, и оно называется TimeFit, вот оно, кстати, самое левое, вот это Fit, то есть это как бы лента, состоящая из всего, что есть у хабра. То есть, соответственно, инструмент такой для фильтрации новостей, фильтрации информации в мире IT. Соответственно, вот мы на углублоге пытаемся то же самое сделать, только в формате видео, а тут все в текстовом формате. То есть, кому удобно больше текст, возможно и про хабр. На самом деле, наверное, про хабр можно целый отдельный выпуск писать, но надо быстренько вроде, чтобы все успеть. Постараемся ускориться. Много чего еще, наверное, останется за кадром, но тем не менее, вот у них есть такая штука, как тостер, это место типа Stack Overflow, где можно писать вопросы, ответы, и в целом там народ отвечает, даже я сам отвечал там на какие-то вопросы. Например, я помню тема, когда в России у нас заблокировали GitHub, и очень много это обсуждалось, как его обойти, и я помню, один из первых там написал самый быстрый способ, ну, как это, с GitHub, ну, через тот же NPM устанавливать пакеты, уже все качать с GitHub, и очень-очень много было благодарности, аудитория-то здоровая, и было приятно. Поэтому, да, то есть, ребята, если вы много знаете, то начинаете делиться знаниями, отвечать на вопросы, это как раз способ самому прокачаться правильно, ну, помочь кому-то, ну, приятно, когда другим помогаешь. Вообще вот скажу, что лично для меня это самый крутой сервис из хабра сервисов. Вот я из всего, что мы сегодня рассмотрим у них, все, что у них есть в хабре, я вот тостером чаще всего пользуюсь, потому что, действительно, очень классно, достойный аналог Stack Overflow на русском языке, и, действительно, можно много полезной информации оттуда вытащить, то есть, допустим, задаешь какой-то конкретный вопрос, к примеру, самые популярные JavaScript фреймворки, и наверняка... И получаешь кучу хейтов, ответов, типа, ты что, гуглом пользоваться не умеешь? Да, 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 да. И там уже просто люди тоже лайками комментарии, самый лучший ответ будет с большим количеством лайков, и там, скорее всего, человек уже за тебя эту работу сделал, все ответил, все разложил там, вот это вот смотри и это. Поэтому полезно. Дальше, давай уже просто скажем без подробностей, сайтов еще много, есть мой круг, работа в IT-индустрии, то есть, вакансии. Ну, здесь все очевидно, есть компании, есть вакансии, есть специалисты. Самое интересное, что тут можно просто сказать, что раньше это был сервис Яндекса, и вот теперь он входит в TM, хабра-хабра. Вот, то есть, Яндекс отказался от них или как-то они там перекупили, неизвестно. В общем, это интересно, а раньше мой круг в Яндексе был таким сервисом, где все самые знаменитых атишников можно было найти. То есть, вот мы с людьми... Типа LinkedIn, да? Типа LinkedIn, да. Типа LinkedIn, да. То есть, мы ходили по конференциям, и часто потом можно было найти про человека какого-то, с которым мы брали интервью или вообще с которым мы общались, потом можно было его найти в моем круге и посмотреть подробные контакты его. Ну, конечно, полезно было. Ребята, если помните, когда так было, пишите, потому что я, например, с трудом вспомнил, вот Коля мне напомнил, я начал что-то вспоминать, что действительно это было популярно. Интересно, что они его переделали теперь в IT-сервис. Ну, в смысле, сервис для поиска, HR, HR-сервис. Фрилансим – это биржа фриланса, и это действительно прикольно. Я ей никогда сам не пользовался, но когда она только появилась, я помню, даже завел там аккаунт, что-то про себя написал. Ну, прикольно, интересно, выглядит очень симпатично. Видишь, видно, что есть отклики, есть просмотры, то есть все живет и цветет. И вот, возвращаясь в самое начало, TMFIT – это вот, как я понял, лента как раз всего вместе. То есть здесь есть и вот в основном я тут листаю, вот один хабр-хабр, а тут раз – иконочка пошла Geek Times, да. И также вон справа мой круг, это типа… Да, типа хотите все вместе, то сидите здесь. В общем, хабр – однозначно молодцы, очень крутой проект. Наверное, самый большой информационный отечественный портал для веб-разработчика – must have. Читайте, смотрите и пишите, развивайтесь, потому что наличие профиля на хабре, где вы пишете статьи, это будет сто процентов, мне кажется, огромным плюсом при трудоустройстве, поэтому… В общем, вы все сами это прекрасно знаете, умные у нас. Второй сайт, следующий, это «Охтомол». Да, давай, нет, зачем. А, назад, да? Нам надо, вот. Короче… А просто давай откроем его, Stack Overflow. Stack Overflow у нас там был? По-моему, да. А, вот он. А, нет, да. Stack Overflow. Stack Overflow – это вообще шикарнейшая вещь, то есть любой вопрос, который вам может прийти в голову, вы пишете и находите ответственность на Stack Overflow. Stack Overflow здесь на русском и на английском. Честно говоря, русским я не пользовался вообще никогда и даже просто заходя на него видно, что он не очень популярен, то есть мало тут ответов. Но потихоньку, как я понимаю, растет это. 41 минуту назад человек задал вопрос и уже… 372 просмотрели и ноль ответов. Потрясающе. Ну, в общем, как я обычно делаю, когда я хочу найти ответ на вопрос, я пишу на английском языке. Причем я не суперзнаток английского языка, да вообще никакой. Просто я пишу там даже на ломаном английском, как ни напиши, в целом… Выйдет Stack Overflow почти все время. Выйдет Stack Overflow и, как правило, ну вот действительно на любой вопрос можно найти ответ. Потрясающий сервис. Который сэкономит вам уйму часов. Я, наверное, пару советов дам, которые, мне кажется, неочевидны и по использованию Stack Overflow, коли, наверное, добавишь. Давай, давай. Первое – это можно заходить и смотреть популярные вопросы. Просто, например, написать JavaScript и… Популярные вопросы. И здесь у нас ру, да, идет. Тут, честно говоря, не могу на нем сидеть. На английском языке, да. И, ну, ткнемся JavaScript. И можно даже вот видеть сразу, да, по популярности. Вот замыкание, как всегда, на первом месте по JavaScript, вопрос по замыканию. Как я могу сделать redirect с одной страницы на другую в JavaScript? Что тут еще? Что делает useStrict в JavaScript? Как строку обрабатывать и так далее? Какие методы для работы со строками? И таким образом можно посмотреть самые частые вопросы… Самые частые проблемы. И вообще подготовиться даже к собеседованию. Ну, то есть самому прокачаться. То есть, ну, вы поняли. Это полезно. Во-вторых, сами начните отвечать на вопросы. Это очень здорово вам поможет. То есть, когда вы делитесь знаниями, даже если вы не знаете ответ на вопрос, можете его найти, написать, ответить. И вы, как бы, сделаете свой вклад в сообщество, ну, и, естественно, в свои мозги. Коль, что добавишь? Плюс добавлю только то, что можете помимо поиска по тегам, вот как Дима показал, то есть по тегу, допустим, JavaScript перейти. Можете еще поиск по людям, которые больше всего отвечают. Там есть рейтинг людей. И это могут быть очень интересные разработчики, которые, допустим, может, не популярные в других местах где-то. Может, они там блоги не ведут, еще что-то. Но вы можете зайти на их контакты, посмотреть, зайти на их гитхабы, поковыряться там и вообще, может быть, с ними законнектиться. И это могут быть очень интересные и полезные связи. То есть, соответственно, это вот такой вот вам совет по налаживанию связей. Вы даже, если честно, можете так команду какую-то сформировать. Начать следить за человеком. Да. Как он перемещается, где он живет, в какую прачечную ходит. То есть, придумали бы какой-то стартап и понимаете, что в вашем окружении нет ребят разработчиков, которые были бы достойны вашего уровня и могли бы этот стартап описать. Слушай, ну вообще это крутая мысль. А вы так взяли? Можно эту тему развить, найти человека и просто узнать все о нем. Ты знаешь, как был ролик прикольный, где сидит гадалка, туда заходит человек, и гадалка там все о нем говорит, а потом хопа, рушится занавес, там куча хакеров сидит типа а-ля хакеры. Они просто всю эту инфу собрали из социальных сетей. И когда человек там... Прикольный ролик такой социальный был. Когда человек там последний раз в отпуск ездил, там с кем он встречается, сколько у него детей, все это вытаскивали из социальных сетей, а люди думали, что это типа крутой там шаман. Вот. Мудрый, мудрый ролик. Да, может быть, кстати, если вы его найдете, или мы его найдем, добавим ссылочки, или вы добавляйте. Дим, пока я это говорил тему, я подумал, что это отличный способ даже вот на русском stockware flow и на русском тостере нам самим искать следующих сотрудников, которых мы ищем. Потому что, если честно, вот совет мы дали. Я именно об этом подумал. Как часто бывает, мы советы даем, а сами очень иногда забываем этими советами пользоваться. Поэтому вот такие ролики, которые мы пишем, даже для нас самих полезны, потому что мы у себя в голове все централизируем. Согласен. Мне вспомнилась цитата. Пора бы и мне самому начать пользоваться теми советами, которые я даю другим. Леха, если найдешь, вставь картинку с этим. А кто это, кстати, говорил? Это, короче, колдун из «Василина колец», как его зовут? Гендальф. Гендальф, короче, по-моему. В общем, прикольная картинка. Идем дальше. Работаем дальше. Окей. Следующий неожиданно сайт – RadioJS. Вообще, это подкаст. То есть, по сути, это то, что надо слушать, а не читать. Но формат нашей передачи входит отлично. Кстати, здесь как раз совершенно случайно вот 46 выпуск – это там был Николай Чернобаев. Это я. Это Коля. Вот подкаст про Коль. Вообще, ребята, если вы подкасты не слушаете, надо начинать слушать. Обязательно пользуйтесь возможностью своего там iPhone, если у вас есть, iTunes. Если у вас Android, я не знаю, чем вам придется пользоваться. По-моему, надо… Там есть специальные программки для подкастов. Просто пишите подкаст по-английски и найдете программки. Ну, вообще, вот если сказать про подкасты, я вот прям помню даже, как я Диме советовал и говорил, что, на мой взгляд, это самое крутое, что придумали, ну, не знаю, придумали ли сами формат подкастов маководы, но они сделали очень удобное обращение с подкастами как на iOS, так и на iPhone. Тут бы я не согласился насчет удобности. Ну, то есть, может быть, и есть, конечно, удобнее на Android, я не знаю, не пробовал, но на Android просто многие люди о них даже не знают, потому что у них нет стандартного приложения подкасты, которые есть в Mac. И вот… Кстати, может быть, уже и есть, потому что мы с тобой давно не пользуемся. Ну, вот напишите, если есть. Если вы хотите, то напишите, потому что я сам не знаю. Действительно, согласен с Колей, что на iPhone есть iTunes, да там iTunes или как-то подкасты? iTunes, подкасты отдельные приложения. Подкасты, да. Но оно капец какое, на мой взгляд, неудобное. Хотя вот с последним обновлением, ну, вот когда был этот iOS последний обновился, большое обновление, там стало поудобнее, но в целом все равно мне не очень нравится. Как-то… Есть приложеньки, которые удобнее, согласен. Просто вообще в целом я хотел просто как резюмировать, что… Слушайте подкасты. Слушайте их, это… просто многие действительно о них не знают. Вот знайте, слушайте и пользуйтесь. Да, полностью мы согласен. Вот мне парень писал вчера, переписывались про разработку, хотел у нас постажироваться в студии. И говорит, я слушаю вас давно, чуваки, приятно, кстати, привет. Вот, и я ему говорю, там, он мне просто говорит, дай мне какие-нибудь советы. Я ему даю советов, говорю, слушай RadioJS, например. Хороший подкаст. Он говорит, чё? Подкаст? Чё это такое? То есть, да, действительно, а люди не знают. И вот что еще интересно, что когда не было таких порталов и, соответственно, сообществ, как Лоу Блок, Хабр был не настолько популярный, и там не была такая движуха комментариев, и не было такого большого количества Telegram, Slack, чатов открытых, были такие времена, ребята, вы знаете, то вот, допустим, для нас с Димой подкасты это были реально единственные друзья такие удаленные, с которыми мы общались, помнишь, да? Спасение. Да, всякие… Мы тогда слушали подкаст «Сделай мне красиво». Красиво. Это от чувака из Яндекса. Посмотрите, кстати, интервью мы брали с ним. Потом… Денис, по-моему, да, зовут? Да, потом Вадим Макеев тоже какой-то брал, там, делал какой-то подкаст, по-моему, мы тоже его слушали. Вадим Макеев? Не, он веб-стандарт. Да, вот не, раньше… Раньше? Не, он ничего, по-моему, не делал никогда. Ну, в общем, действительно, раньше, когда людей было гораздо меньше таких движовых в IT-сфере, то подкасты были очень, ну, чуть ли не единственным способом дотянуться до этих людей и пообщаться. Поняли, Коля очень любит подкасты. Да. Очень сильно. Что, едем дальше? Да, погнали дальше. Следующий сайт у нас www.words.com. В общем, ребята, это такое место, где можно просто бесконечно черпать свое вдохновение. Это как бы как есть Music Awards и так далее. В общем, награды сайтам дают за самые красивые сайты, здесь есть рубрика «Сайт не длиня». Оскар, Оскар в мире сайтов, может так назвать. То есть можно просто нажать, например, открыть сайт, посмотреть, что за сайт. Вот он сейчас будет грузиться. Мы, на самом деле, его уже посмотрели. Тут потрясающая красивая музыка. Я не знаю, передастся ли это при монтаже. В общем, можете сами залезть посмотреть и можно просто вдохновляться, да? Да. Самое интересное, кстати, очень часто сайты дня музыкальные с музыкой, и это рушит многие шаблоны старые, что сайт не должен быть с музыкальным оформлением. То есть вообще, когда вы заходите на Awards, то вы понимаете, что, черт возьми, сайтостроение – это искусство уже давным-давно. То есть и когда вы смотрите и вдохновляетесь подобными сайтами, вы можете понять, что есть к чему стремиться. Я думаю, можно, знаешь, каждый день заходить и чувствовать прекрасное себе развивать сайт и вдохновляться. Ребята, однозначно в закладке. Предлагаю идти дальше. Следующий сайт у нас Bootstrap. Почему мы решили его добавить? Простить. Можешь помедленнее листать, чтобы в скринкасте было приятно смотреть. В общем, не так давно вышли ряд обновлений у Bootstrap. Я, на самом деле, им уже не пользуюсь, но это, безусловно, самый популярный фреймворк у веб-разработчиков. Я знаю, что последний Bootstrap, кстати, здесь написано сейчас третья версия, да? Нет, есть четвертый Bootstrap. Они разделились, как и Angular и Angular 2. Можно аналогично сравнить с ними, что появился Bootstrap 4, который как бы отдельная ветка пошел. В общем-то, что я знаю из него, что они перевели сетку свою на flexbox. Опять же, я им не пользуюсь. У него сейчас, скажем так, репутация не очень крутая, не очень хорошая, но, не знаю, я в свое время использовал очень часто. Например, знаете, когда хочется какую-то прикольную идею придумали, сервис, и хочется быстро запустить. То есть не надо ничего выдумывать, набросал, как конструктор такой. Есть, кстати, куча сервисов до сих пор, которые начинались, как вот такие мини-стартапчики, где вроде бы временно был использован Bootstrap, а потом он так там и остается. И да, вот можно из многих знаменитых, кстати, продуктов, не будем их называть, чтобы не делать рекламу, но если вы зайдете, вы увидите, это же Bootstrap. Да. Там дизайн так и остался Bootstrap. В общем, Bootstrap надо знать еще, знаете, как я его, коли использую? Я часто его кидаю дизайнерам, когда прошу у дизайнеров сделать какие-нибудь стайл-гайды, я кидаю и говорю, смотрите вот здесь, это хороший пример очень качественных стайл-гайдов. Я хотел сказать, что вот это вот, как, если вы уже опытный человек, да, и думаете, ой, что вы мне нового-то расскажете? То вот вам отличное применение Bootstrap, это суперкрутые, сверстные стайл-гайды, которые, если вы работаете в большой компании или какой-то большой проект делаете, где много страниц идентичных и элементы повторяются, то прям можете брать Bootstrap и брать дизайнера, садиться вместе и говорить, чувак, вот на выходе я хочу получить подобные стайл-гайды, которые все фронтальщики будут пользоваться, ну и дизайнеры тоже, соответственно, вот. Другое хорошее и полезное применение, вы можете следить за трендами. То есть понятно, что Bootstrap это огромный проект, конечно, подразумевает какую-то обратную совместимость, может быть что-то будет не так быстро развиваться, но в целом, если это используется Bootstrap в текущей версии, ну вот сейчас, например, четвертая, да, но последняя, то там можно проследить определенные тренды, что устарело, что сейчас будет популярна и мега популярна во всем мире, потому что Bootstrap, ну, нельзя отрицать, что он просто безумно популярен, да, как можно так выразиться. Коль, предлагаю идти дальше. Давай, давай. Следующий сайт не менее легендарный, а может быть и гораздо более легендарный, это CSS3X. Давай я плавненько поделаю, что для этого посмотрели. В общем, смотрите, он поменял дизайн, то есть последние, наверное, не знаю, когда он поменялся, но последние, наверное, лет пять, у него был дизайн немного другой. Сейчас он сделали вот такой вот. Есть, честно, странное достаточно решение, что справа вот это пустая, пустой столбец, довольно странный. Вот, и, ну, если не обсуждать дизайн, то сайт чертовски полезный. Ребята, это вообще, можно сказать, как стандарт по CSS, тут можно найти все, что угодно. То есть если вы хотите глубоко погрузиться в CSS, он так называется CSS3X, здесь можно найти, наверное, обсуждение любой проблемы, которая встает, так или иначе, перед разработчиками. Вот. Поверстки. Да, именно поверстки. Вот, кстати говоря, видно, что он стал, видимо, агрегатором, потому что вот я сейчас просто нажал на какую-то статью, и он меня перекинул на Smashing Magazine. Да, тоже отличный сайт. Отличный сайт, но у нас по плану было его смотреть в следующем выпуске. Угу. То есть здесь, видимо, он стал таким агрегатором в какой-то степени, да. А, ну, вот видишь, это как бы дата ссылочка, наверное, говорит о том, что будет перебрасываться на другой. А вот это, видимо, да. А это уже сам. В общем, дизайн такой, ну, как сказать. Свообразный. Своеобразный, да. Мне не очень как-то здесь хочется долго оставаться. Я просто сам в последнее время читаю только про JavaScript, про CSS гораздо-гораздо меньше. Что можно сказать, что разработчик вот CSS Tricks, знаменитый разработчик западный, я не помню, как его зовут, такой толстый бородатый дядька. Да, раньше заходишь на сайт, и его лицо постоянно было видно. Теперь его нет, и это стало грустно. Да, теперь, да, серьезно, мне то же самое хотел сказать. С ним было веселей. Вот. И просто хотел сказать, этот парень, он помимо того, что сам писал статьи, то есть сейчас как... А вот, Крис Койер его зовут. Вот он. Вот он продолжает, значит, писать. Прямо сегодня выпустил статью. О, он похудел. Вообще красавчик. Может быть, просто ракурс такой. Может быть, да. Вот можно на его сайт перейти, чтобы люди поняли, о ком мы. Он еще вел подкаст. Поэтому, если он его еще ведет... Вот шопток. О, что там написано подкастер, это шопток. Да. Вот, то рекомендую его тоже послушать. Да, ребят, не бойтесь слушать англоязычные подкасты, вы там ничего не поймете. Возможно, многие из вас... Ну, хоть что-то... Хоть что-то... Ну, почувствуйте, если немножко англичанином. Вообще, вот смотри, февраль 27-й, то есть, видимо, выходит до сих пор. Регулярно, да. Уже 252-й выпуск. Круто. В общем, рекомендуем. Крис Койер, красавчик, CSS-3X. Все классно. Следующий сайт, это тоже может быть в какой-то степени неожиданность. Subtop Patterns. Я не знаю, правильно ли я произнес, но это сайт просто чума, ребята. Он мне очень нравится с тех самых пор, как я его видел. Он что предлагает? Просто огромную коллекцию, бесконечную коллекцию паттернов. Таких вот красивых фонов. Даже если вы не дизайнер, если вам нужно сделать симпатичный сайт, там, красивый фон для вашего сервиса, вы можете скачать отсюда фон, сделать background repeat, у вас будет повторяться вот этот квадратик, у вас получится потрясающе красивый фон. То есть, для тех людей, у кого еще нету своего сайта порфолио, прям must have, заходите, выбирайте просто то, что соприкасается с вашим чувством прекрасного, делаете это фоном. Самое классное можно сразу, да, посмотреть, как Дима продемонстрировали. Есть приложение, по-моему, для фотошопа у них, которое платное, можно его скачать, и эти фоны там быстро как-то подставлять. И что интересно, их то ли купил, то ли это их не проект был, их купил TopTel, или это их был проект, я в общем не знаю. TopTel это вообще, насколько мне известно, биржа фрилансеров, очень, очень, как бы, сказать, круто. Как правильно читаете, или TopTel? Не знаю. В общем-то, биржа VIP фрилансеров, видимо. Top Freelance Software. У меня знакомый парень из Питера, Коля, привет, там работал пару лет, а сейчас он переезжает в Амстердам работать в Booking. Booking.com много забрал хороших людей. Да, забирает хороших российских разработчиков. В общем, TopTel тоже вам бонусом пойдет, мы его не планировали, но показали. Еще, о, что-то предлагают, в общем, впаривают футболку. Следующее. Mighty Deals. Mighty Deals. Слушайте, я про него забыл, но когда мы конкретно с Колей занимались в веб-студии, у нас есть веб-студии IT-Loft, кому интересно, можете зайти посмотреть, IT-Loft.ru. И вот когда мы там в свое время много сидели и делали там всякие презентажки, Коль, можешь плавнее делать, чтобы наш скринкаст пишется, чтобы люди могли смотреть. И там можно было покупать кучу всяких прикольных бандлов. Например, не знаю, продаете вы визитки, можно скачать тысячи шаблонов визиток. И знаете, не такие, не всякую фигню, которая бесплатно валяется в интернете, а что-то действительно стоящее, красивое, интересное, необычное. Темы для WordPress. Покупали мы, кстати, темы для WordPress. Там, знаете, штук 30 тем, прям вот супер красивых и стоят в стиле, там, не знаю, 200-300 рублей. Дизайны там можно было купить, шрифты. Но что еще круче, что чем, ну, за что особенно хочется выйти этот сайт, здесь разработчики зарабатывают деньги. И вы можете, я про него узнал, знаешь, как в свое время, парень на Хабре как раз писал статью, как он заработал на Mighty Deals, там, в стиле 10 тысяч долларов за месяц, потому что он был дизайнером или кем-то, ну, я плохо помню, но это было, наверное, года четыре или пять назад. В общем, он собрал там пачку своих дизайнов или там WordPress тем или еще чего-то, в общем, запихнул это все и стал продавать. То есть это площадка, где вы можете сами заработать деньги. И это реальность вполне. То есть если нас здесь смотрят дизайнеры или программисты, которые любят что-то создавать, можете свою работу выкладывать и продавать. И, честно, я помню, что Mighty Deals еще вдохновил нас как раз-таки на создание Loft School. Возможно, еще вдохновит, потому что у него много классных вещей и функций. Как раз-таки вот продавать курсы, но тоже курсы есть. Курсы даже? Да. Вау, круто. И я вот прям помню, как мы с тобой Mighty Deals смотрели, особенно мы любили туда заходить и рекомендуем вам на новогодний праздник с продажи. Да. Посмотри, курс, который стоил якобы полторы тысячи, полторы тысячи долларов, это... Много. Больше девяносто курсов. Продается всего за сто баксов. Счетчики, как водится. В общем, да. Ну и последний сайт на сегодня. Это, ребята, бомба. Специально под самый конец приготовили, но единственная с трудностью здесь от вас потребуется минимальное знание английского языка. Потому что то, что я показываю сейчас, и Коля, наверное, тоже сейчас выразит свое мнение, это на английском языке. Это так называемый Frontend Handbook. Здесь типа собрано все, вот здесь смотри слева, что вообще может быть нужно Frontendщику. Там вот как изучать Frontend, как искать работу, какие технологии современные и актуальны в 2017 году. Труд проделан, по-моему, просто огромный. И эту книжку можно, что приятно, бесплатно тоже скачать на формате PDF и читать там в вашем iPad или где там вы еще читаете. В общем, настольной книгой может стать ваша. Здесь, не знаю, можно отдельный выпуск писать практически про каждый раздел. Например, типа вот, знаешь, что вы хотите учить там? Хочу учить Node.js. Открываем и смотрим. Здесь много всего, по идее, должно быть. Хотя вот здесь, на самом деле, немного всего. А вот будут ссылочки, по которым много всего. Да, здесь крутые, хорошие ссылки на различные ресурсы. В общем, смотрим, читаем, изучаем. А, вот это, кстати, офигеннейшая вещь. Вот, например, Node.school.io. Это такая штука, можно установить в терминале и учиться в Node.js прямо в терминале. Там всякие задачки выполнять. Класс, все, работа проделана огромная. Ребята все собрали в одну пачку. Я начинал сначала читать, и мне очень-очень понравилось. То есть, как работают браузеры, как работает DNS, как работает HTTP. То есть, в принципе, все, что вам нужно и полезно знать. В общем, база знаний в текстовом формате очень классная. Ну что, Коля, у нас подошло, по-моему, к концу. Десять мы посмотрели. Порядка двух, трех или четырех ссылочек мы вам дали бонусом. Все это приложим в описании. Если вам понравилось, мы будем продолжать. На самом деле, таких ссылок у нас очень много. Ну, прям очень много. Я даже делал ревью ссылок своих. Смотрел, обновлял что-то под текущий год, что актуально, что еще обновляется. То есть, есть порталы, которые умерли. Есть много блогов, веб-разработчиков. В общем, много очень полезных, хороших сервисов. Все это хочется с вами делиться, показывать, чтобы вы пополняли свою копилку знаний и получали побольше пользы. Да, поэтому, если вам понравилось, оставляйте свое мнение, ставьте лайки и всем пока! Пока! В общем, смотри, в следующем выпуске я предлагаю YouTube-канал посмотреть. Причем, блин, супер наигранно, наверное, будет. Но раз Леха велел, то надо сделать такое... То есть, мы уже это сейчас, как бы, Леха незаметно разнимает, что мы говорим, да? Окей. Я понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо.